Сейчас мы видим, что пациенты буквально на первый-второй день попадают в больницу и имеют поражение легких до 25% и более. Такие, к сожалению, тяжелые случаи пошли. Болезнь стала более агрессивнее себя вести, страдают, начинают болеть молодые люди, 80-е годы, 90-е годы, что раньше, ну, реже этого может встречалось. Пошла цепная реакция, на работе трудница, заболела, несла. Началось все с резкой слабости, температурной качели от 37,2 до 38,7,9. Вот слабость, ужасное состояние духа, кислород не поступает. И когда запускаешь, ощущение такое, что ты сейчас умрешь, потому что ты не можешь дышать. К этому привыкнуть нельзя. Если ничего не делать, ты просто умрешь. Сама печенька очень сложная. Имеют там реакции от заболеваний, как сердечные, дорогие. Поэтому мне очень тяжело с ним пришлось. Заболела у меня семья 22-го числа мама и муж. Я думала, что я заболела у кого-то легкую форму. Потому что у них сильная часть температуры. Вот в прибытии всегда процесс почему-то начался спускаться дальше и дальше. Человек на что-то приобретет. У нас умеряется. Волосики, гормоны новые. Терапия, направленная, которая ведет на борьбу с коронавирусом, она и ослабляет иммунитет. Поэтому к пациентам присоединяется уже различная микрофлора. Также и внутрибольничная микрофлора. Подобрать антибиотики тоже немножко проблематично. Потому что больничная микрофлора, она очень резистентная к нашим антибиотикам. Если так посмотреть, то тяжелые случаи во всех госпиталях есть. Во всех госпиталях, во всех реанимациях есть тяжелые пациенты. И, поверьте, тут никому не рекорд. Таня, еще не дошли мы до трещины. Дошли или, видите, уже все поставлено на поток, уже отработано все до мелочей. Все работает как часовой механизм. Помимо ребят, которые снимают, еще есть врачи, которые это описывают, все смотрят. Они дают заключение, какие-то мошенники, изменения. И уже у нас в сети, уже врач, в приемное отделение. У нас уже смотрят заключение. Важно, на самом деле. Продолжение следует...